Перестаньте быть хорошей. Зачем нужно все время быть хорошей девочкой? Зачем нужно быть все время хорошим мальчиком? Вы знаете, что хорошая девочка или хороший мальчик – это мечта абьюзера, человека, который очень любит получать удовольствие от того, что вам больно, грустно, обидно от того, что у вас слезы, от того, что вы страдаете. И, как ни странно, поверьте, такая модель поведения, когда вы всегда стремитесь быть хорошим человеком, других людей от вас только отпугивает и отталкивает, не давая возможности по-настоящему полноценно реализоваться. Ну, а я вам хочу сделать сегодня подарок. Обязательно перейдите по ссылке, которая находится в самом низу и скачайте бесплатно мой вебинар по прокрастинации. Ведь, как важно научиться перестать откладывать свои дела на потом. И часто нам очень хочется быть хорошими людьми, поэтому мы и стараемся быть для всех хорошими, но прокрастинируем историю своего личностного роста, своего личностного развития. Ну, а без этого никуда в современном мире. Так что, внизу переходите по ссылке, скачивайте и получайте удовольствие от просмотра моего вебинара. Обязательно укажите свою электронную почту. Ну, а мы возвращаемся к теме «Быть хорошим». Знаете, что когда женщина всегда хорошая, совсем соглашается, идет на все уступки, вся такая восхитительная, замечательная, она становится скучной. А скучные женщины никогда еще сексуально не привлекали. И ваша задача научить раскручивать этот эмоциональный маятник. Что стоит за вашей привычкой быть всегда хорошим человеком? Ведь очень часто нам совершенно не хочется давать свои вещи, отдавать свои деньги. И очень важно научиться ставить границу. Это мое и я не хочу этим делиться. Очень важно не впускать людей в свое личное пространство, в свою личную жизнь. Не позволяя другим людям объясняться с вами, обсуждать, советовать вам что-то, как вам нужно забеременеть, родить, когда ребенка, выйти замуж, жениться или еще что-либо сделать. Позвольте себе проживать свою жизнь самостоятельно и самостоятельно принимать решения, не вовлекая других людей во все эти процессы. И здесь вам нужно перестать быть хорошим человеком и вовремя говорить «нет». На эту тему я не готова говорить «Спасибо, но мне неприятно разговаривать об этом» или «Давайте сменим тему». Так тоже на самом деле можно. Перестаньте быть хорошей в постели. Каждый раз, когда вы такая девочка, на все согласное, все хотите, все вам нравится, вся вы такая, вот такая. Но, знаете, не все мужчины насильники. Многим нужно разнообразие в постели и ваш партнер ждет от вас также встречных предложений, своих желаний и умения отстаивать свои границы и говорить «Это для меня допустимо, а это для меня недопустимо и я очень хочу строить свою жизнь так, как я считаю нужным». Обращаю ваше внимание, что абьюзером по отношению к вам может быть даже самый родной и близкий человек. Это может быть ваша мама, папа, сестра, дети, муж, кто угодно. Очень сильно втираются к вам в доверие и начинают давить вам на чувство вины. «Ой, ну что же ты? Это не так делаешь, это не так делаешь. Мы же тебя любим, только мы можем тебя таким образом любить. А все остальные тебя так и не любят, поэтому что делать? Обрати внимание на наши советы, критику. Мы же только из добрых побуждений все это делаем». Знаете, как говорят, добрыми намерениями выложена дорога в ад. Не нужно на все эти провокации вестись, потому что после общения с этими людьми вы чувствуете себя плохо. Вам становится плохо на душе, вам становится тоскливо, вам хочется вырваться из этого гнета и научитесь справляться с этими людьми. Я вам дам два способа. Первый способ – как перестать быть хорошей. Лучшая защита – это нападение. Тогда, когда другой человек опять набросится на вас со своей критикой или еще чем-то, научитесь также отвечать. И даже если ваше отношение после этого разговора с этим человеком закончится, да может быть, слава богу, наконец-то этот человек ушел из вашей жизни и вы можете по-настоящему вздохнуть в полной груди. Второй момент – помните. Так как у абьюзера есть одна задача – вас напугать, доставить вам негативные эмоции, заставить вас плакать. Если вы научитесь игнорировать и понимаете, что этот человек сам не реализован в жизни и таким способом получает удовольствие, то вы лишаете этого человека энергии. Это как актер, которому неинтересно играть перед пустым залом, так же и этот человек может отстать от вас после того, как вы перестали вестись на всю эту ерунду, перестали плакать, перестали расстраиваться и только множите позитив в своей жизни. Ну, что ж, я надеюсь, что я вас убедила быть даренными девчонками, иногда защищать свои границы и понимать, что это правильно, правильно по отношению к себе любимой, самому важному человеку в вашей жизни. Ну, а я буду рада, если вы будете подписываться на меня в Инстаграм, на мои аккаунты fedorov.ek или fedorov.mind. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, в верхнем правом углу находится колокольчик, нажав на который вы можете получать информацию о моих прямых эфирах и новых видеороликах. Ну, и обязательно, девушки, ставьте лайки, оставляйте комментарии и я буду снимать для вас еще больше полезного, качественного контента. Всегда ваша Федорова Екатерина, ваш чуткий психолог.